Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, слушатели, кто находится с нами сегодня в прямом эфире, желание моего сердца вместе с вами сегодня обратиться к тексту Священного Писания, который записан в книге Псалтырь, 4 глава, 2 стих. Книга Псалтырь, 4 глава, 2 стих, Псалом 4, 2 стих. «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей, в тесноте ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, свое слово, свое обращение хотел бы сегодня направить ко всем христианам, которые живут в Соединенных Штатах Америки, в западных странах. Вы знаете, за то время, которое Господь дал нам прожить в этой стране, десятки лет, мы не привыкли жить в тесноте. Мы привыкли жить в комфорте, мы привыкли жить в благополучии, привыкли жить в свободе, которая нас окружает. В стране, в которой мы живем, мы имеем широкие дороги, мы имеем хорошие большие автомобили, и в каждой семье их есть несколько. Мы живем в стране, в которой есть прекрасные дома, у наших детей есть индивидуальные свои комнаты. Никто из нас не ютится по несколько человек на узкой кровати, как это было много лет, или где-то в других странах сегодня испытывает. Братья и сестры, мы живем сегодня в свободных домах, где есть большие просторные холодильники, и не один, где есть пища, и есть все необходимое. Дорогие христиане, мы сегодня живем в стране, имея паспорт, с которым мы можем путешествовать по всему миру, без всяких ограничений, посещая любые страны. Мы не привыкли жить в тесноте. Тема моей проповеди сегодня называется «В тесноте ты давал мне простор». Так Давид обращается к Господу и говорит о своих отношениях с Богом, о своем опыте духовных жизней, о своих обстоятельствах, и говорит именно «В тесноте ты давал мне простор». Братья и сестры, никто из нас не думал и даже не предполагал, что за короткое время обстоятельства нашей жизни могут измениться кардинальным образом. Время свободы закончится, простор будет ограничен, и мы окажемся в абсолютной тесноте. И это сделает Бог буквально за несколько дней. И для этого Бог использовал всего лишь микроскопический организм, коронавирус, который за несколько дней обрушил мировые финансовые рынки, заставил миллиарды людей жить в тесноте, заставил правительство мира изменить кардинальным образом жизнь всех людей, которые находятся в их странах. Все люди оказались в тесноте, в стесненных обстоятельствах. Остановилось все. Самолеты не летают, поезда не ходят, пассажирские поезда, движения где-то перекрыты настолько, что в некоторых странах сегодня армия или полиция контролирует передвижение людей и запрещает выходить. Здесь в некоторых странах объявлено чрезвычайное положение с введением военного времени. Никто не мог предположить, что люди окажутся в этих условиях. И все люди увидели, что весь мир самыми современными технологиями, с развитой экономикой, могущественной армией не могут противостоять этому явлению, этим ограничениям. Никто не мог предполагать, что весь мир с его могуществом окажется настолько незащищенным, беспомощным перед великим и праведным Богом. Сегодня задают вопросы. Христиане, люди, которые окружают нас, что это? Какое объяснение можно дать во свете Священного Писания? Братья и сестры, никто из нас не знает, чем завершатся все эти события. Но я точно знаю, что эту паузу, эту остановку сделал Бог. Для того, чтобы люди сегодня на земле, в своем темпе, в своем ритме, в своем безбожии, в котором мир находится, сегодня мог остановиться и обратиться к Богу. Друзья мои, сегодня, к большому сожалению, это реальность и действительность нашего времени. Люди умирают сегодня. За последние сутки только в стране Виталии до тысячи человек ушло вечность. Это слезы, это горе, это переживания. Пожилые люди, старики сегодня умирают в одиночестве. Сегодня ограничено присутствие людей на похоронах. Друзья, это трагедия, это печаль. Но я хочу сегодня сказать, друзья, что это не события, которые описаны в книге Откровения. Это не те масштабы. Я верю, что Бог проявляет особую милость сегодня к людям с земли. И говорит через пророка, через Псалма 45, Псалом 45, через своего служителя, через Давида, 11 стих. Остановитесь и познайте, что я Бог. Остановитесь. Сегодня воззвание Бога к человечеству. Друзья мои, обратите внимание, люди сегодня находятся в тесноте. И Бог говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен на родах, превознесен на земле. Это время для того, чтобы люди еще раз услышали проповедь Евангелия. Это время для церкви. Мы благодарны Господу за то, что в этих условиях, друзья, мы не стеснены. Мы сегодня можем проповедовать Евангелие, находясь в доме молитвы, обращаться к людям, к нашим соседям, к нашим близким, к нашим родным. И на прошедшей неделе я немного говорил с нашими соседями, которые живут возле нас. Молодая семья, они ожидают ребенка на следующий месяц. Эта женщина молодая, она в тревогу, говорит, я очень переживаю в этой ситуации. Я переживаю за нашего ребенка, как это будет происходить, что ожидать. У меня была простая возможность несколько слов сказать и обратить внимание на того, который дает сегодня мир. Я сказал о Господе Иисусе Христе, о том, что только Он дает мир и покой в сердце. Это мы можем делать сегодня. Нас не гонят, братья и сестры. Это время не гонений. Это время для свободы верующих людей проповедовать Евангелие. Сегодня через пророка Иеремию Господь обращается вновь к человечеству. 6 глава, 16 стих. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. В свое время, когда Господь обращался к народу, они дали ответ, но не сказали, не пойдем. Дорогие друзья, дорогая церковь, дорогие слушатели, я еще раз хочу подчеркнуть, мы не знаем, чем закончатся эти события. Если эти события приближают нас к пришествию нашего Господа, слава Богу, если эти события приведут к большому обращению еще людей, благодарность Господу, но сегодня эту паузу, эту остановку, эти стесненные обстоятельства допустил Господь, чтобы люди могли обратиться к Нему. Я хотел бы в своем обращении, в своей проповеди обратиться не только к людям, которые еще не спасены, не знают Господа. Я хотел бы обратиться сегодня к верующим людям, к церкви, которая живет на этой земле, к нашим членам церкви. Обратите внимание, как Давид говорит, «в тесноте ты». Братья и сестры, давайте себе представим такую ситуацию. Мы находимся в очень тесной комнате, в очень тесной комнате. И в этой комнате находится еще кто-то. Когда мы находимся друг близко, друг возле друга, мы не можем не заметить друг друга, правда. Мы можем даже прикоснуться друг к другу. Мы можем даже услышать дыхание другого человека, его даже шепот, когда будет тихо говорить с нами. О каких тесноте говорит Давид? Он говорит о своих ситуациях, в которых он находился. И это были очень стесненные обстоятельства. И в жизни Давида были неоднократные ситуации, когда он находился в стесненных обстоятельствах. Но что он обнаружил в этом стесненных обстоятельствах? Он говорит, «в тесноте ты». В тесноте он обнаружил Бога. Бога, братья и сестры, я хочу сегодня обратиться к церкви. Бог сегодня допустил для нас эту остановку, эти стесненные обстоятельства, потому что нужно признать, что мы многие охладели любовью к нашему Господу. Мы как-то все в спешке делаем. Знаете, многие сегодня нету времени. В быстроте читаем Библию, быстро молимся, быстро идем в церковь, быстро общаемся. Нету времени для общения с нашим Господом, чтобы в стесненных обстоятельствах мы обнаружили, что Он с нами так близко, так рядом. Он хочет слышать нас, наши молитвы, сокрушенные, плачь. Бог хочет сегодня иметь общение с нами, братья и сестры, поэтому обратите внимание, что происходит сегодня в мире. Бог остановил для церкви все сегодня на этой земле. Многие люди сегодня находятся дома. Когда-то пророк Исаия говорил в первой главе такие слова. 12 стих. Бог обращается к народу, к своему. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, когда вы приходите являться при лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» И 13 стих. Он говорит, «Не носите больше даров тщетных, то есть напрасных». Братья и сестры, давайте подумаем, для чего Христос приходил на эту землю, для чего Он умирал, для чего Он совершил свое великое спасение. Его цель – создать церковь свою на этой земле, которая будет славной невестою. Его цель – для того, чтобы иметь общение с каждым верующим человеком, друзья мои, чтобы каждый спасенный человек мог иметь с ним близкие общения, отношения в Духе Святом. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих, мы находим слова Иисуса Христа, который говорит, «Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Христос говорит, «Мы с большой буквы». Вдумайтесь только, дорогая церковь. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой говорит, «Мы придем к этому человеку, кто любит меня, придем к нему, и обитель у него сотворим». Можем представить себе всемогущего праведного Бога, который говорит, «Сотворим обитель не во вселенной бесконечной, но где? В сердце человека, в его внутреннем состоянии, в духе человеческом мы придем и обитель». Друзья, а есть ли там место для Иисуса? Нам не хватает времени читать, молиться, все в спешке как-то делаем. А Господь хочет иметь обитель, говорит, у него сотворим. Пусть Господь поможет нам использовать эти данные, ситуацию, для того, чтобы мы могли правильно ее использовать. Я верю, что Господь готовит церковь к восхищению. Ну, друзья, можем себе представить величайшее событие, которое никогда не было. Самое главное, о чем мы проповедуем, ожидаем, поем, молимся, друзья мои, готовы ли мы сегодня к восхищению, реальному восхищению церкви, когда мы можем все оставить, сказать, «Так, Господи, гряди, Господи Иисусе, мы готовы, мы и ожидаем Тебя». Поэтому сегодня, через песни песней, эту удивительную древнюю книгу, Господь обращается к церкви своей со словами, 2 глава, 14 стих, «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса покажи мне лицо Твое, дай не услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лицо Твое приятно». Братья и сестры, показывают эти отношения Иисуса Христа, жениха, к своей голубице, которая спряталась где-то в ущелье скалы под кровом утеса, которой некогда сегодня, все заняты, все в спешке. Пусть Господь благословит, чтобы мы, находясь в этой тесноте, в стесненных обстоятельствах, когда многие сегодня вынуждены просто быть дома, друзья мои, не утратить эту возможность, но узнать, что в тесноте Ты, Господь, находишься, так близо к нам сегодня. Бог стеснил внешние обстоятельства. Для чего? Чтобы мы получили внутренний простор. Давид говорит, в тесноте Ты давал что-то особое. Ты давал простор. Братья и сестры, когда люди дают простор, у нас руки ограничены. Если Господь дает простор своими руками, представляете, какой это объем, Он не ограничивает. Но этот простор направлен для чего? Не для нашей свободы внешней. Внешне мы сегодня ограничены, чтобы наше сердце было сегодня наполнено Его благодатью, Его словом, благодарностью. Для того, чтобы мы могли, братья и сестры, время сегодня простор для нас, для наших деток, для наших семей, друг для друга, когда мы можем быть вместе в доме, с семьей, с детками, молиться, читать, прославлять нашего Господа. Простор – это Божьи возможности в тесных обстоятельствах, и они не ограничены нашими человеческими возможностями. Братья и сестры, я верю, что это остановка, это пауза, это теснота для церкви, это возможность для церкви, и мы имеем уже сегодня простор, мы имеем сегодня прямую трансляцию. Двери дома молитвы не закрыты, нас не ограничивают сегодня проповеди Евангелия. Нам не запрещают славить Бога, нам не запрещают проповедовать Евангелие, и мы сегодня не ограничены взаимоотношениям с нашим Господом. Простор, я хотел бы очень кратенько посмотреть на Бога, который реагирует на детей своих, которые находятся в тесноте, Давид в своей жизни испытал неоднократное состояние, когда он находился в тесноте. Братья и сестры, как вы думаете, что делает Бог сегодня, когда видит, что весь мир находится в тесноте, и дети его находятся в тесноте? Это очень интересно. Я предлагаю открыть вторую книгу «Царств». Это очень необычное определение, необычное описание, что происходит на небесах сегодня. Смотрите, Давид уже был ранее в этих подобных обстоятельствах. 22 глава, 2 книга «Царств». 22 глава, 4 стиха прочитаем. Здесь есть несколько стихов, возьмем немножко времени. 22 глава, 4 стиха. Давид описывает состояние «Призову Господа, доступ поклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня». 7 стих. «Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему возвал». Обратите внимание, Давид говорит, в тесноте он призвал Господа и к Богу возвал. И обратите внимание, он услышал из чертога своего голос мой и вопль мой дошел до слуха его. И обратите внимание, Давид описывает, что происходит реакция Бога на тех, кто находится в тесноте, на состояние Давида. 8 стих и дальше. «Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался он. Поднялся дым от гнева его и от уст его огонь поедающий. Горящие угли всыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на Херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мраком покрыл себя, как сенью, сгустил воды облаков небесных. От блистания перед ним разгорались угли огненные. Возгребел с небес Господь и Всевышний дал глаз свой. Пустил стрелы и рассеял их. Блеснул молнии и остребил их. И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного глаза Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, излег меня из вод многих. Избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего. Но Господь был опорою для меня и вывел меня на пространное место. Избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Дорогая церковь, дорогие слушатели, хочу обратить сегодня внимание на том, что Господь не бездействует. В тесноте, в которой мы находимся физически, Он дает возможность простор. Мы видим, как Давид в Священном Писании приоткрыли, показали нам вот такие сферы, где находится Господь, как Он близок к спасаемым. Поэтому пусть Господь нас ободрит и благословит. Он близок к нам. Он готовит нас к восхищению. Он не оставит нас без насущного хлеба. Он не оставит нас без крова над головой. Не оставит нас средств к существованию. Не оставит наших пожилых, братьев и сестер без пенсий и всех, кто в чем нуждается. Бог сказал, все я с вами во все дни до скончания века. Дорогая церковь, дорогие слушатели, мне бы так хотелось, чтобы это слово, которое сегодня обращено через Давида, в тесноте, ты давал мне простор. Мы могли использовать для своего состояния личного, поправить свои светильники. Даже сегодня, находясь дома, у экранов телевизоров, компьютеров, можем склониться пред Господом, попросить у Него прощения. И сегодня день спасения. И сегодня можно покаяться пред Господом, изменить свою жизнь, просмотреть отношения друг с другом, своей семье, примириться с другими людьми, для того, чтобы, когда Господь снимет эту паузу, это не всегда будет. И когда планы Божьи начнут развиваться, и когда придет время пришествия Господа за своей церковью, друзья, мы были готовы. И мы сказали, Господь, ты проявил милость к человечеству, ты проявил милость к церкви, ты дал нам время подготовиться, и в тесноте мы взыскали Тебя, ей гради, Господи Иисусе. Дорогая церковь, дорогие слушатели, дорогие друзья, которые не обратились к Господу, воспользуемся ли мы этим временем? Или так же праздно пройдет это время, и не воспользуемся? И когда-то пророк, народ израильского сказал на обращение пророка Еремии, остановитесь на путях ваших, рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, найдете покой душам вашим, но не сказали, не пойдем. Сохрани нас, Господь, последовать такому вот примеру. Сделаем для себя добрый вывод, доброе определение и правильное решение в нашей жизни. Пусть поможет нам в этом Господь. Дорогая церковь, братья и сестры, кто находится дома сейчас, я бы хотел, чтобы мы взяли сейчас время для молитвы. Там, где вы находитесь, если у вас есть возможность склонить свои колени, и молиться Господу, молиться, обращаться, благодарить Господа за милосердие, за спасение, просить о благословении для наших семей, для нашей церкви, для нашего города, чтобы Господь и остановил эту болезнь распространения, но и при этом, чтобы Господь дал нам мудрость использовать это драгоценное время для каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok